В эфире телеканал Россия Вести Ульяновск, студия Ирина Силкина. Здравствуйте! И в начале главные темы. Не ПЦРом единым. Экспресс-тесты для определения ковида ульяновского производства, востребованные по всей стране. Чем они так хороши, узнал Артём Петров. Бизнес, искусство и туризм в регионе завершился седьмой российско-китайский молодежный форум о том, как развивается сотрудничество двух стран в онлайн-формате. Ирина Шмыгова. Побить мировой рекорд и попасть в книгу Гиннеса. Ульяновец планирует написать самую большую картину на планете. А стать частью проекта может каждый. Подробности смотрите во второй части выпуска. Начнем выпуск с сообщения о происшествиях на дорогах. Последствия одного из ДТП сняли очевидцы. Накануне вечером по дороге в Архангельское из нового города автомобиль «Лада Приора» столкнулся с трактором. Как сообщает очевидцы, один из пассажиров оказался зажат в искореженном автомобиле. На помощь ему пришли спасатели. Подробности ДТП у Екатерины Мишурской. По предварительной информации, водитель мужчина 67 лет, управляя трактором «Терекс», при осуществлении маневра поворот налево не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся вовстречный направлении без изменения направления движения автомобилю «Лада Приора» под управлением мужчины 22 лет. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Приора» госпитализирован. Пассажир автомобиля «Лада Приора» мужчина 25 лет обращался за медицинской помощью. В «Воде быть» специалисты Ульяновского облводоканала завершают запланированные на этот год работы по устройству водовода между Ишеевкой и соседней Салмановкой. В настоящее время ведется замена магистральной сети водовода с подключением двух артезианских скважин в Салмановке для водоснабжения райцентра. По словам специалистов, это позволит избежать перебоев с водой в пиковые летние месяцы. Пробурили новых четыре скважины, которые питают Ишеевку водой, завязали их и это позволило нам все скважины, весь дебет, который появился, подать в систему снабжения Ишеевки. Таким образом, мы уже к сентябрю максимально обеспечили саму Ишеевку водой. В нынешнем году на обеспечение качественным водоснабжением Ишеевки и соседних сел из областного бюджета выделено 26 миллионов рублей. Работы здесь будут продолжаться еще около месяца, а в 2022-м реконструкция водоснабжения Ишеевки, Салмановки и Палдомасова продолжится. В этом году нашим предприятиям заменено более 40 километров сетей водоснабжения. Здесь участок достаточно протяженный, более 8 километров сетей. Поэтому даже в процентном соотношении от всего объема ремонтной программы этот объект на Салмановку, на Палдомасово, в перспективе на Ишеевку значительную долю занимает. И, соответственно, цель этих работ, конечно, заложить на перспективу базу для того, чтобы мы дополнительный объем воды смогли подать в Палдомасово. Проблемы с водоснабжением решали и в других населенных пунктах Ульяновского района. Так, в Больших Ключищах заменили 400 метров водопроводной сети. 50 тысяч экспресс-тестов на коронавирус в сутки выпускает ульяновская компания. Она же стала одной из первых в России, кто в самом начале пандемии научился определять инфекцию. Сегодня тест-системы востребованы по всей стране, а результат можно получить за считанные минуты. Почему они не уступают по точности ПЦР-исследованию? Репортаж Артема Петрова. Эти полоски способны за считанные минуты выявить коронавирус. Экспресс-тестирование сейчас стало особо востребованным. Лаборатории загружены ПЦР-исследованиями, где применяются сложные оборудования. А ждать результатов приходится минимум сутки. С экспресс-системами процедура в разы проще. Из носоглотки берется биоматериал, который помещают в специальный буферный раствор. Дальше несколько капель наносят на тест-кассету. Если есть сам вирус, то уже через 2 минуты появляется вторая полоска. Просто если концентрация низкая, нужно подождать немножко побольше, тогда она проявится. Андрей Троповский недавно сам перенес коронавирус. Заболевание проходило в бессимптомной форме, но обмануть экспресс-тест у инфекции не вышло. Точность результата сопоставима с полимерной цепной реакцией. Экспресс-тесты на коронавирус являются своего рода аналогом ПЦР. Их производство состоит из нескольких этапов. Начинается оно с нарезки тест-полосок. Дальше происходит сборка самой кассеты, которая запаивается в герметичную упаковку. Всего за три недели здесь налазили производственный конвейер. Собирают тесты люди разного возраста. Полноценную практику, которая пригодится в будущем, здесь получают студенты медицинских и фармацевтических факультетов. Как минимум это профессиональные науки, профессиональный опыт, в принципе, работы с подобным оборудованием лабораторным. В день здесь выпускают 50 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Продукция востребована в самых разных регионах России. В том числе огромные партии систем отправляются в Москву, где экспресс-тестирование можно пройти бесплатно. При этом в Ульяновской компании уже разработали новый вариант систем, которые позволят увеличить объемы производства. Мы сейчас готовим вторую комплектацию, которая будет без такой кассеты. То есть нужно будет полоску просто окнуть в букер с материалом, прям точно так же, как тест на беременность. И будут появляться эти полоски. В планах тест-гена не ограничиваться экспресс-тестами на коронавирус. Здесь уже готовят новые системы, которые в домашних условиях позволят определять грипп и другие респираторные инфекции. Артем Петров и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Бумажный сертификат о вакцинации можно получить в многофункциональных центрах. С сегодняшнего дня эта услуга станет доступна во всех центрах «Мои документы» Ульяновской области. Документы могут получить как граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, так и не имеющие своей учетной записи. Ульяновцы смогут самостоятельно распечатать сертификат в центрах коллективного доступа или обратиться за помощью в единое окно приема. Если у жителя региона учетная запись не подтверждена или потерян логин и пароль к ней, то нужно сначала подтвердить и восстановить доступ. В этом случае сертификат появится на портале не ранее, чем через час. В регионе завершился седьмой российско-китайский молодежный форум. Событие прошло в онлайн-формате и объединило сотни амбициозных студентов двух стран. Чем запомнился форум и как сотрудничество помогает ульяновским предпринимателям развивать бизнес, расскажет Ирина Шмыгова. Два дня, три десятка проектов и 500 участников из регионов ПФО и шести провинций Китайской Народной Республики. Молодежный форум двух стран – событие ежегодное. Проекты участников традиционно посвящены науке и инновациям, культуре и искусству, предпринимательству, образованию и туризму. Взаимодействие со своими иностранными коллегами, партнерами – это конкурентноспособность проекта, это показывает его глобальность, потому что это и глобальные партнеры, и глобальные рынки. Изюминка этого форума – мастер-классы по народным промыслам и ремеслам. Ульяновцы рассказали о производстве балалаек. Студенты из города Чунцин поведали о секретах изготовления декоративной коробки из летней ткани «Жунчан». Форумы – это возможность заявить о своей идее, услышать экспертное мнение и обрести единомышленников, а в будущем и партнеров по бизнесу. Участие в российско-китайском молодежном бизнес-инкубаторе позволило Виталию Тинькову заключить сразу несколько соглашений с иностранными коллегами и вывести свое дело на новый уровень. У них, например, какие-то средства могут быть разрешены, до нас они еще не дошли, какая-то химия. И они говорят, у нас появился хороший препарат, мы тебе отправим его, попробуй. Присылают, мы здесь пробуем на своих насекомых. Ульяновская область на протяжении многих лет успешно сотрудничает с разными странами, в том числе с Китайской народной республикой. Развитие международного сотрудничества – одна из приоритетных задач для всего региона. Ирина Шмыгова и Сергей Свешников. Вестия. Ульяновск. Это Вестия. Ульяновск. Мы продолжаем. Ульяновская область заняла 13-е место в ежегодном федеральном рейтинге развития некоммерческих организаций. Проводит исследования Общественная палата России. Одним из проектов, который оценила жюри, стал Музей региональной журналистики. В России он второй. В Музее современных летописцев побывала наша съемочная группа. Развитие НКО в регионах оценивалось по 60 показателям. Поддержку гражданского сектора Общественной палаты в Ульяновской области признали лучшей в стране. Восьмую строчку российского рейтинга регион занял по помощи исполнительной власти некоммерческим организациям. Сюда вошли такие критерии, как проведение конкурсов, выделение субсидий, предоставление помещений НКО, взаимодействие, даже информационная открытость. Одним из некоммерческих проектов, которые поддержали наши областные власти, стал Музей региональной журналистики. Он разместится в помещении местного отделения Союза журналистов. Биография началась в селе Подмосибирском, где она была с мамой в оккупации. Окончила трехмесячные агрономические курсы, была назначена участковым агрономом. Ей было 15 лет. Но большую часть своей жизни Нина Ермохина посвятила региональным СМИ. Ее заслуги подкреплены многочисленными наградами. Их можно будет увидеть в музее, когда он откроется. Здесь также есть печатные машинки разных эпох, типографский набор букв, литеров, первые легкие видеокамеры. Тут очень много вещей, которые относятся и к профессии оператора, и в то же время есть вещи, которые... Вот мой диктофон, на котором я много лет работал, в Ульянской правде, легенда. Тяжелый, но хороший. Запись хорошая бывает. Рабочий. Музей задуман как культурно-образовательное пространство. Чтобы сюда приходили не просто посетители, а еще и студенты журфака, и даже школьники. Ведь все эти экспонаты станут оживать в руках гостей выставки. Посетитель сможет попечатать на печатной машинке тех лет. Он может собрать из литер настоящей типографской кассы. В принципе, все, что он хочет, и тут же это отпечатать, унести с собой на память. Молодые посетители смогут заправить фото и кинопленку. Это более отдаленные перспективы, над этим мы работаем. Это воссоздание виртуальной реальности кабинетов и обстановки той эпохи. Мы много-много лет, наверное, собираясь, с коллегами мечтали о том, чтобы иметь свой дом журналистов. Сейчас вот у нас такая возможность появилась. Что же касается развития НКО, то нашему региону все же есть к чему стремиться. Один из критериев исследования – количество некоммерческих организаций в области или крае. У нас около двух тысяч, а, к примеру, в Самаре – более четырех тысяч. Елена Тимонина, Элла Шахова, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Самую большую картину в мире нарисует ульяновский художник. Дмитрий Шварценбах планирует побить рекорд британского коллеги и попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Сейчас первое место по размаху занимает полотно Саши Джеффри «Путешествие человечества». Его размер составляет около 1600 квадратных метров. Это примерно четыре баскетбольные площадки. Ульяновец задумал переплюнуть известное на весь мир творение и уже начал переговоры с итальянским поставщиком, который готов предоставить на льготных условиях холсты длиной 10 метров и шириной около трех. Если Саша Джеффри трудился в одном из отелей в Дубае, то у нас условия не такие тепличные, и поэтому нужно будет искать подходящее помещение. Я не сомневаюсь, что оно найдется. Скорее всего, это будет Москва, либо Петербург. Как и у Джеффри, в основе картины будут заложены фрагменты детских рисунков. Дмитрию уже прислали около 300 работ. Одна из самых первых картинок, которые мне прислали, это как раз-таки из Ульяновска, вид Ленинского мемориала, надпись «Ленинг». Наши любимые просторы, так скажем. Но не только земляки решили войти в историю. Свои рисунки прислали уже ребята из Канады, Великобритании, Испании, Германии и Ирландии. Дети видят все абсолютно по-другому, нежели чем взрослые. В этих детских рисунках вот эта истина, которую нам, взрослым, уже не понять. Ну и кроме того, хотелось бы обратить внимание на развитие детского творчества, воспитания детей. Дмитрий обещает не ограничивать прием работы, готов включать их в канву картины даже во время процесса написания. Прислать рисунки можно на почту, либо в инстаграм. Адреса вы видите на экране. Тишина и стеллажи с пыльными книгами. Такие библиотеки постепенно остаются в прошлом. Благодаря национальному проекту «Культура» сегодня в Ульяновске работает четыре учреждения нового поколения. Что представляют из себя модельные библиотеки и какие проекты не обходятся без современных библиогаджетов? Репортаж Гульнары Шариповой. Здесь можно читать на экране, если шрифт увеличить, если зрение слабое. Можно надеть наушники и прослушать аудиозапись. А можно прочитать с помощью тактильного дисплея, который здесь расположен. Это мобильное рабочее место для людей с нарушением зрения. Заведующая центральной городской библиотекой называет его одной из главных жемчужин учреждения. Десяти миллионов рублей, полученных по нацпроекту «Культура», хватило и на приобретение спецоборудования в каждой из отделов, и на хороший ремонт, и на обновление книжного фонда. Горожане получают огромнейшую, скажем так, огромнейшую возможность погрузиться в новую цифровую среду, которую проводят модельные библиотеки. Так легко и так непринужденно, то есть в прекрасной атмосфере, читая замечательные книги, используя вот то, что мы называем библиогаджетами. «Культура РФ», «Госуслуги», «Национальная электронная библиотека», «Литрес». Вот далеко не полный перечень платформ, которым посетители модельных библиотек получают доступ. Совершенно бесплатный. В пользование каждому пришедшему компьютер и доступ к новинкам электронной базы книг по онлайн-заявке. С помощью этого киоска любой читатель может обратиться к электронному каталогу, где инсталлированы все круги централизованной библиотечной системы, и узнать, есть ли в нашей системе такая книга, и где конкретно, в какой из библиотек есть эта книга. Взять книгу из библиотечного фонда или со стойки буккроссинга, посидеть в литературном кафе или ознакомиться с новой экспозицией на выставочном пространстве, в которое превратился ранее длинный серый коридор. Каждый посетитель выбирает то, что по душе. В зале детского абонемента можно читать, по своему усмотрению использовать компьютер или интерактивный стол с развивающими играми. Но до них дело доходит не сразу, ведь игра начинается с первых шагов по разноцветному полу. Это путешествие фрегата-паллада, а корабль посреди зала – селфи-зона. Библиотека изменилась полностью, то есть она стала, можно назвать, что библиотека современного поколения. Здесь мы видим, что есть интерактивная технология, то есть пополнился библиотечный фонд, то есть очень большой выбор книг детям очень нравится, то есть то, что в этой библиотеке много залов, то есть они могут пользоваться интернетом. Я часто прихожу в библиотеку, потому что тут обычно очень интересные книги. И мне библиотекарь помогает, какую книгу выбрать. А иногда я беру несколько книг. Тут очень хорошее собрание книг всех известных авторов. И здесь есть игры, и образовательные. Медиа-лаборатория, позволяющая проводить международные онлайн-конференции и вебинары. Настоящий издательский комплекс и принтер, благодаря которым созданы первые экземпляры 3D-книг. Все это теперь новая реальность, которая по-прежнему зовется библиотекой. Посетитель помолодел. К нам приходят молодые. Им нравится очень наш интерьер, наше пространство. Возможность посидеть с ноутбуком в мягкой зоне. С детьми приходит очень много семей. Свои двери в обновленное пространство библиотека номер 17 открыла в сентябре. Для одного из немногих учреждений в городе, популяризирующих языки народов по Волжье, книжный фонд обновлен на 3000 книг. Новое современное оборудование позволяет не только улучшить уже реализуемые библиотекой проекты, но и запустить новые. Например, стать информационным центром для трудовых мигрантов. Как только позволят ограничения, в библиотеке заработают компьютерные курсы для гостей из других стран. Гульнара Шарипова, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. И на этом наш выпуск завершен. Далее информация о погоде. Хорошего дня. Сейчас в Ульяновске минус 4. Атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!